Здравствуйте дорогие друзья! Ожидаемо спустя две недели после релиза iOS 11 Beta 3 Apple выкатила новую тестовую сборку для разработчиков. Кто сидит на публичном тестировании и беспокоиться не стоит. Новая публичная бета или совсем скоро выйдет, ну или уже вышла. В этом видео я традиционно расскажу обо всех аспектах обновления, потому что наш обзор iOS пожалуй самая подробная во всем русскоязычном YouTube. Так что ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее. Каждое обновление iOS 11 действительно желанно, потому как хочется поскорее увидеть что-нибудь новенькое, да и позабыть горечь багов и быстрой разрядки устройства. Размер свежей подборки составил около 400 мегабайт, после обновления освободилось порядком 1,3 гигабайт. Переходим к нововведениям. Наконец-то в iOS 11 все реализовали возможность открытия приложения через уведомления с экрана блокировки. Свайп влево позволяет получить доступ к очистке именно этого уведомления, а не группы, а также возможность просмотреть полное окно с сообщением. А свайп вправо открывает приложение предлагая сначала ввести пароль. Кстати теперь вы можете увидеть новое окно с предложением ввести Touch ID или код пароль. Красиво и минималистично. В пункте управления почему-то удалили иконку функции повтор экрана. Совершенно непонятное и не интуитивное действие со стороны разработчиков скорее напоминает баг. А вот к полюбившимся многим функции записи экрана добавили таймер и это здорово. За предоставленные 3 секунды можно свернуть пункт управления и запустить приложение и не придется обрезать как минимум начало записываемого ролика. Жалко только что во время работы таймера нельзя быстро отменить начало записи если вы нажали на кнопку случайно. Якобы новая нереализованная функция начать вещание была скорее программной ошибкой. В четвертой бете она пропала. Перевод смартфона в авиарежим вновь отключает все беспроводные интерфейсы как и в iOS 10. В третьей бете эта функция не мешала работе Wi-Fi и Bluetooth. Если запустить таймер, то можно увидеть новую классную анимацию иконки, что определенно добавляет информативности. Да и вообще анимации добавлено много. В режиме энергоэффективности к примеру заряд батарейки начинает плавать. Тапнув жестом 3D Touch по калькулятору вы увидите не только понравившуюся многим опцию, скопировать последний результат, но и число, которое хранится в буфере. Слегка видоизменились практически все иконки штатных приложений iOS. Наиболее видимые изменения коснулись заметок, напоминаний и контактов. Что касается напоминаний, то тут такое ощущение, что разработчики словили баг, потому как точки определенно должны быть слева, а не справа. Если выгрузить все приложения из режима многозадачности, то он больше не откроется, а об этом просигнализирует механизм тактильной отдачи Taptic Engine. Раньше открывалось пустое заблюренное окно. В 3D Touch меню настроек иконку сотовых данных привели к общему виду, башенку решили убрать, теперь осталась антенка. Если открыть поиск Spotlight, то можно заметить улучшение в механизме отображения результатов. iOS подсвечивает в результатах искомую комбинацию более жирным шрифтом. Также если в поиске прокрутить список вниз, то справа от видов поиска появились штатные иконки, которые улучшают восприятие информации. В приложении фото при обрезке изображений убрали досадный баг. При масштабировании с верхних углов вместо уменьшения сетки частенько открывался центр уведомлений. Сейчас же все работает четко, а вместо центра отображается лишь язычок, который позволяет открыть меню. В меню настроек об этом устройстве iOS 11 больше не отображает реальное количество пользовательского пространства, а демонстрирует округленную цифру с общей емкостью накопителя. Скорее всего это сделано дабы не травмировать пользователей современными реалиями. Ведь не все в моем случае 128 ГБ будут доступны, часть пространства отдана под операционку. Теперь ждем пока кто-то посчитает объем всех своих файлов, приплюсует свободный остаток гигабайт и подаст на Apple в суд. Американцы они такие. Кстати в настройках ключик от учетных записей и паролей теперь смотрит на 6 часов, а не на 3. В основных настройках появился отдельный пункт меню для AirDrop, дублирующий то же самое что есть в пункте управления, но скорее всего это сделано для устройств без 3D Touch. Попытавшись ввести данные от Apple ID в поле с паролем вы заметите вопросик, которого раньше не было, он предлагает помочь вспомнить пароль. Настройки календаря получили новый пункт. По умолчанию, в такой календарь все события будут добавляться автоматически, если вы не указали другой календарь. В разделе сообщениями удалили неактивный пункт сообщения в iCloud. Все эти настройки давным-давно доступны в настройках iCloud, а не работающее меню выпилили и правильно, а настройки музыки распрощались с пунктом меню отображающим рейтинг звездочками. В настройках фото появилась новая область – перенос на Mac или ПК. Благодаря нему при трансфере изображений будет или не будет происходить конвертация фотографий в понятный для неподдержимого компьютера формат. В приложении сообщения при отправке мультимедийного месседжа почему-то нижнюю панельку сделали более компактной и оставили свободное пространство. Думаю это очередной баг. Отправку сообщений с эффектом эха пофиксили. Больше никаких черных ужасов в виде рамок вы не увидите. Если открыть App Store, то во вкладке с обновлениями вы увидите, что при свайпе странички вниз произойдет обновление контента. До этого приходилось 10 раз тапать по иконке вкладки. Не знали такой фичи? Добро пожаловать в специальное видео с лайфхаками в iOS 11 на канале. Заметки при первом запуске отображают новое окно со свежими функциями. В настройке созданной таблицы контекстное меню помимо опции преобразовать в текст получило новые действия – копирование, экспорта, удаление. В приложении файлы в местах удалили ненужные по моему мнению тумблеры с OS X сервер и на моем iPhone. Переходим к тестам производительности. Синтетический тест Gigabank 4 говорит о том, что показатели на чуть-чуть не увеличились. Аналогичная ситуация наблюдается и в Antutu. Циферки циферками скажете вы, но реальные тесты производительности в полевых условиях говорят о том, что специалисты Apple действительно провели оптимизацию. Даже относительно старый iPhone 5s стал работать быстрее и плавнее по сравнению с последним стабильным релизом iOS 1033. Разумеется iOS 11 медленнее, но разрыв определенно сокращается с каждой бетой. А вот на новых устройствах таких как iPhone 6s или iPhone 7 скорость работы с десяткой практически идентичная. Существенно проигрывает iOS 11 пока только по скорости запуска устройства, но это не очень полезная опция. Каких-то изменений в худшую или лучшую сторону в автономности я не заметил. Жаль. По крайней мере на iPhone 7 Plus. Операционка все еще сжирает батарейку быстрее чем десятка. В целом четвертая бета стала более стабильной и плавной. Количество багов и респрингов сократилось, что не может не радовать. Так что к сентябрю ждем качественный апдейт с главной ожидаемой фичей, дополненной реальностью о которой я уже рассказывал на канале. Ну а на этом все, если вы нашли какие-нибудь неосвещенные нововведения обязательно пишите о них в комментариях. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и больше не пропускайте новые видео. Скоро увидимся, пока-пока.